Всем привет дорогие друзья и сегодня мы поговорим о наболевшей теме для многих людей, кто так или иначе пробовал или практикует спидраны по Hollow Knight. На самом деле касается это не только спидранов, но и прохождения на стальной душе, а иногда даже и обычного прохождения. Итак, поговорим о рыцарях-хранителях. На самом деле один рыцарь сам по себе не представляет никакой угрозы, а вот два это уже большая проблема. Они атакуют независимо друг от друга и посему могут предоставить игроку массу неприятностей. Порой загоняя игрока в ситуацию, когда он физически не может не получить урон. Здесь есть два варианта развития событий. Первый вариант. Если вы пришли на этого босса с достаточно прокаченным гвоздем, хорошими амулетами и имея теневой рывок, бой для вас будет крайне простым, поскольку вы можете просто рашить и успевать убивать одного рыцаря, пока встает второй. Таким образом вы минимизируете время, когда на экране два живых рыцаря. И второй вариант, который по очевидной причине происходит со спидранерами и людьми, которые хотят избежать лишних приключений на стальной душе, вы приходите со слабым гвоздем, малым количеством полезных амулетов и без теневой накидки. И вам предстоит очень долгий, очень сложный бой, который иногда будет казаться даже нечестным. И все-таки, что же делать, если случилась вторая ситуация? Давайте разберемся. Итак, перед началом боя дам пару советов. Во-первых, здесь есть небольшая секретка, которая чуть-чуть упростит бой. Перед входом на арену есть небольшой проход наверх, откуда можно скинуть люстру. Если вы это сделаете, то она сломает одного из рыцарей и их будет не шесть, а пять. Мелочь, но приятно. Во-вторых, если это не скоростное прохождение, я настоятельно рекомендую, прежде чем идти на этого босса, все-таки сходить за теневой накидкой, если вы, конечно, этого еще не сделали. Перед получением теневой накидки вам также придется сразиться второй раз с Хорнет. Но поверьте, Хорнет куда проще, чем рыцарь Бестеневого Рывка. Еще для облегчения битвы вы можете сходить за крыльями, которые вам дадут двойной прыжок. Для этого нужно спуститься сюда и убить разбитый сосуд. Это крайне легкий босс, так что здесь проблем, думаю, не будет. В-третьих, поскольку босс находится в городе слез, здесь совсем недалеко можно дойти до кузнеца и улучшить гвоздь хотя бы один-два раза. Первое улучшение будет стоить 250 гео, каждое последующее потребует еще бледную руду. Где находится руда, вы можете глянуть на вики, ссылку я оставлю в описании, ну или вот вам скриншот для ленивых. Апгрейд гвоздя очень важен, поскольку босс проходится значительно легче, если вы можете убить одного рыцаря, пока встает второй. Так, с гвоздем первого уровня рыцарь потребует 44 удара, с гвоздем второго 25, а с гвоздем третьего всего 17. Итак, перейдем уже к самому бою. Перед тем, как сделать это видео, я несколько часов тренировал ноу-хит прохождения без амулетов и пришел к тому, что самый безопасный вариант прыгать. Да-да, вы просто запрыгиваете на босса и бьете вниз гвоздем. Суть в том, что в таком случае босс может дамажить вас только одной атакой из трех, а именно подпрыгиванием наверх. Как понять, что будет делать босс? На самом деле особой науки здесь никакой нет. У этого босса всего три атаки. Ударить гвоздем, прокатиться вперед и несколько раз подпрыгнуть. При этом во время второй и третьей атаки он неуязвим для атак гвоздем. Так вот, перед атакой гвоздем он им просто замахивается, перед тем, как прокатиться вперед, он откатится чуть-чуть назад, а перед тем, как подпрыгнуть, он сделает небольшой приготовительный прыжок. Собственно, пользуясь моей тактикой, следите за тем, собирается ли он прыгать. Как только видите, что он оторвался от земли, используйте дэш или просто сдвиньтесь чуть в сторонку. Рекомендую также не зажиматься в углу. За счет катания туда-сюда, босс все время смещается на край арены, но я не рекомендую на это вестись. Если вы находитесь посередине арены или хотя бы на некотором расстоянии от стены, у вас есть два пути отступления. Если же у стены всего один, и часто вы будете попадать в ситуацию, когда урон физически не задоджить. Пытаться полечиться на боссе я не советую. Стабильное окно для хила появляется только после убийства одного из двух рыцарей. И то, вы еще должны дождаться окончания атаки второго, и еще и отойти от него, чтобы не словить урон. Итого, успеете похилиться максимум на одну маску, а по-хорошему вам надо непрерывно продолжать бить, чтобы на момент появления следующего рыцаря этот уже был на лоу хп. А вот что я точно рекомендую, так это использовать магию. Мана на этом боссе достаточно быстро копится, так как есть возможность бить босса почти непрерывно. А поскольку она пролетает насквозь, то ей можно пробивать сразу двух рыцарей. Причем пробиваются они даже когда крутятся. Плюс ко всему, практически в самом начале игры вы можете получить амулеты Ловец Душ и Шаманский Камень, которые заметно усилят урон и чистоту применения с пылов. Что ж, в принципе это все, что я хотел сказать. Прежде чем закончу, еще раз напомню, что в данный момент мы занимаемся прохождением полого на Стальной Душе. Приходите в гости на Твич, чтобы не пропустить и залетайте в наш Дискорд. Там очень тепло и уютно. Все ссылки в описании. А так, если есть пожелания по гайдам или чем дополнить конкретно этот гайд, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. И не забудьте поставить палец вверх, если видео было для вас полезным. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok